Друзья, я вас приветствую. Это интернет-магазин Antelife.com.ua. Меня зовут Александр. Перед вами модель под названием JAU-S1. Это флагманский вариант от компании JAU. На необычном процессоре Snapdragon 600 поставляется данная модель вот в такой вот коробке. Коробка ничем не отличается от обычных JAU-G5, G4. И, собственно, в комплекте тоже ничего особенного. Здесь зарядка, USB-кабель, переходник. И единственное, что отличается, это есть вот такая вот скрепка, которая необходима для открытия симки из смартфона. Что из себя представляет данная модель смартфона? Давайте обо всем по порядку. Во-первых, спереди это фронтальная камера, 2-мегапиксельная, динамик, приближение датчика освещения, три сенсорных кнопки, меню домой-назад. С этой грани есть у нас качелька громкости. Здесь у нас есть слот, один слот под microSD-карточку. Она одна-единственная здесь. Это, кстати, является одним из самых больших минусов этой модели. С этой грани только кнопка включения-выключения. Сверху второй микрофон, разъем под наушники. Снизу первый микрофон и разъем под microUSB-кабель. Сзади у нас смартфон имеет 13-мегапиксельную камеру, средненькую вспышку, логотип GI, GI еще один логотип и динамик. Крышка сделана из матового пластика. На ней довольно-таки серьезно остаются отпечатки пальцев. Вот вы это все видите. Однако, в принципе, можно их затереть без проблем и все будет нормально. Сам смартфон собран идеально. Он не хрустит, не люфтит. Тут нечему люфтить, потому что крышка несъемная, аккумулятор внутри. Тут в других вариантов просто нет. Я вам хочу сказать такую особенность. Вот в начале обзора вам скажу. Смартфон этот, это не та модель, например, которая сейчас предлагает TESHEL, ZOPO на процессорах MTK6592. Это модель совершенно другого класса. Но ощущения, впечатления от этой модели также другие. То есть, здесь все по-другому. Здесь хороший звук, хорошая производительность, хорошие камеры, хорошая прошивка. То есть, такие аппараты однозначно отличаются от бюджетных MTK-шек. И это очень существенно, это очень значительно. После этого смартфона от пользования просто получаешь удовольствие. Это не реклама, это мои реальные ощущения, то, что я действительно чувствую. Давайте начнем с технических характеристик через программу Antutu. Набирает эта модель 24299 баллов. Здесь 5-дюймовый экран, Full HD, IPS-матрица. Экран у нас здесь от Sharp. Здесь 4-ядерный Snapdragon 600 с графическим ускорителем Adreno 320. Реальная частота ядер этого процессора это 1700 МГц. То есть, по количеству баллов в Antutu это примерно то же самое, что MTK-6592. 13 Мп камера, 2 Мп камера основная, 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенных. Слотов под SD-карточку в этой модели просто-напросто нет. Через Z-Device Test давайте посмотрим, какие есть датчики у этой модели. Есть отлично работающий GPS, об этом чуть позже. Пару слов скажу. Акселерометр, компас, датчик приближения, датчик освещения. Есть вспышка. Вспышка довольно-таки среднего уровня, не очень яркая. Есть NFC технология. Есть гироскоп полноценно работающий. Датчик давления и тому подобное. Количество точек касания можно проверить через Antutu тестер. Их тут 10. 10 точек касания. Это в принципе стандарт для такого уровня экрана. Программы, которые проверяют у нас производительность смартфона, я делал скриншоты, чтобы мне было проще вам это демонстрировать. Значит, Epic Citadel у нас показывает 29.1 FPS это ультра графика и 53.4 это высокая графика. Обращаю ваше внимание на то, что на MTK 6592 на вот этом вот уровне графики смартфоны показывают до 40 FPS. Это означает лишь одно, MTK не настолько круто оптимизирован под игры. NanoMark 60, MTK 6592 показывает около 50 FPS. Это значит, что Snapdragon 600, хоть это и не флагманский процессор, потому что флагманский считается Snapdragon 800, он без проблем справляется с любыми современными играми. И он ложит на лопатки MTK 6592, которые в Antutu показывают примерно одинаковые баллы. Это очень важно. Это означает, что этот процессор очень хорошо оптимизирован с работой в современных, допустим, игр и вообще с 3D графикой. И Adreno 320 это очень хороший графический ускоритель. Пару слов о прошивке. Прошивка здесь всего лишь 4.1 Android, но она с фирменным интерфейсом. Здесь очень все красиво, очень все плавно работает. Вы это можете наблюдать. Здесь есть менюшка, здесь есть много интересных особенностей в настройках. Я обращаю ваше внимание на то, что эта модель поддерживает OTG технологию, то есть можно подключать мышку, клавиатуру, флешку. Эта модель поддерживает технологию беспроводной зарядки. Только для того, чтобы это все продемонстрировать, нужно приобрести соответствующее специализированное зарядное устройство. Можно ложить его, и он без проводов, без ничего, просто заряжается. Модель с заводской прошивкой не имела нормальной клавиатуры. Я ее поставил через Play Market. Зато в прошивке нет китайского софта. Вот единственная софтина. Она нам не мешает. Есть Play Market, есть Google сервисы, и все работает идеально. Я уже говорил о том, что с такими смартфонами одно удовольствие работать. Что ощущение и впечатление от MTK6592 от смартфонов не такое. Этим подтверждается и качество звучания. Звук что внешний вот этого динамика, что внутренний через наушники. Просто шикарнейший. Очень классное звучание. Он мягкий, он басами, он четкий, громкий. Ну, все идеально в плане звука. Воспроизведение видео в любых форматах, с любыми проигрывателями. Это тоже все без проблем. Процессор очень мощный. Браузер, YouTube. Я даже показывать не буду. Давайте посмотрим, на что же все-таки способен этот смартфон в современных играх. Asphalt 8, Dead Trigger 2, GTA San Andreas. Asphalt 8, как всегда, максимальный уровень графики, максимальные настройки все. Смотрите. 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 Игрушка Dead Trigger 2. Опять же, максимальный уровень графики. И хочу сказать по поводу графики, по поводу прорисовки. Если честно, даже вот я запускаю вот эти все игры. Мне кажется, что прорисовка, детализация, уровни, все вот эти вот игры выглядят немножко по-другому, чем на MTK 6592. Какой-то такой более приближенный уровень, как компьютерная графика. То есть, все такое более серьезное, все более прорисованное. Ну, мне графика, например, нравится больше на данной платформе, чем на MTK. Я уже молчу о том, что все сумасшедшее четко играет. То есть, никаких нигде тормозов, глюков или чего-то такого подобного я вообще не замечаю. GTA San Andreas максимальный уровень графики. И прорисовка тоже у меня на максимальном уровне. Игрушка немножко подлагивает из-за этого. Игрушка немножко подлагает из-за этого. Акселерометром довольно-таки тяжело управлять. NFS Most Wanted. Ну, в принципе, все видите сами, как идет эта игра. В целом, смартфон, как я уже говорил, имеет шикарный процессор Snapdragon 600. Это не флагманский процессор, не самый крутой. Но, тем не менее, его полностью с головой хватает для всех игр, для того, чтобы играть во все эти игры с максимальными настройками графики абсолютно живо и с наслаждением. Экран у данной модели 5-дюймовый, Full HD разрешение. Экран от Sharp, от компании Sharp. Я думаю, вы видите все и так сами. Какие здесь углы обзора, как экран себя ведет. Давайте посмотрим несколько картинок, которые у меня есть на телефоне. Ну и, собственно, сами картинки. По поводу GPS, я думаю, все вы понимаете, знаете о том, что Snapdragon процессор, он очень классно ловит GPS. Я никаких вообще проблем не имел. Тут в настройках две галочки, я их ставлю. И он ловит сумасшедшее количество спутников. Он может работать с GLONASS спутниками. И вот скриншот через Navitel. Тоже много-много спутников ловит. GPS шикарно работает. По поводу камеры. Смотрите, здесь идет 13-мегапиксельная камера основная, размер изображения. И 2-мегапиксельная камера фронтальная. Я когда делал фотки, мне казалось, что качество шикарное. Я там фотографировал и тексты в журналах, и на улице фотографировал. Вроде бы все четко. Но потом, когда на компьютере начал смотреть, я заметил, что детализация все же не такая хорошая, как бы мне этого хотелось. Видео записывает в формате Full HD, видео снимает в классном качестве. Фотки я выложу в описании чуть ниже, а видео выложу вот под этой вот ссылочкой. Ну, как бы следующее видео в YouTube будет у нас. Камера мне в целом понравилась, но хотелось бы, конечно, большего. Аккумулятор. В этой модели аккумулятор встроенный. Он имеет емкость 2300 мАч. Какие тесты у меня с ним получилось сделать, сейчас вам продемонстрирую. В Antutu тестере набрала эта модель 523 балла. Можно сказать, что это вполне себе нормальный результат для Snapdragon. Этого хватает 16.21, у меня 100% зарядки. И 19.36. Чуть более 3 часов, это в режиме непосредственной игры. Это хороший результат с максимальной яркостью в программке Epic Citadel. Поэтому это, в принципе, классный результат. Такого аккумулятора будет хватать реально на двое суток при умеренном пользовании. В подведении итогов хочется сказать вам о том, о чем я начинал говорить. Когда пользуешься этим смартфоном, ты получаешь колоссальное удовольствие. Да, в нем есть некоторые проблемы с прошивкой. В плане того, что, например, я подключал его к компьютеру, и он у меня... Я выдергивал кабель небезопасно, скажем так. И он у меня не видел свою память. Ну, после перезагрузки все решилось. Также был у меня баг. Я делал фотографии, сделал одну фотку, и он у меня в режиме камеры, он у меня завис. То есть, он ее не смог сфотографировать. Я вкладываю на рабочий ствол, он выходит. Как бы дальше он не раздуплялся сам. И тоже после перезагрузки все нормализовалось. Других каких-то багов я не заметил. Да, смартфон не дешевый. Примерно 380-390 долларов в Украине. Однако, вы получаете шикарный экран. Вы получаете шикарный процессор и шикарную оптимизацию с любыми приложениями, играми, софтом, интернетом. Все-все-все. Одним из самых больших минусов этих всех смартфонов, я считаю, это вот эта вот одна сим-карта. Если бы производитель делал две симки, популярность этих смартфонов была бы гораздо выше. Я опять же подчеркиваю свое внимание на том, что звук просто отличный в этой модели. То есть, сравнить ее с любым другим смартфоном на MTK6592 я не могу. Там пришел товар, к нам пришло много моделей на MTK. Я не могу сравнить этот звук, я не могу сравнить эту плавность работы, какую вы видите здесь, с смартфонами MTK. На этом буду заканчивать. Меня смартфон очень порадовал. Мне очень понравилась эта модель. Я ни в коем случае не отговариваю вас от MTK смартфонов. Там тоже есть очень интересные варианты. Но эта модель действительно заслуживает своего внимания. И сделали бы они две симки, я как всегда говорю, что я бы был бы готов приобрести этот смартфон для себя. С одной симкой мне смартфон не нужен. Плюс ко всему, смартфон очень приятно лежит в руке. Он приятно тяжелый. То есть, он не легкий, не пустышка, не картонная какая-то коробочка. Он довольно-таки увесистый, солидный смартфон. На этом все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь. Будет много новинок. Впереди ZTE на Snapdragon 600, ZTE на Snapdragon 800, Lenovo K910 и много-много-много всех новинок. Спасибо. Всего доброго.